Звездный Новый год. На концерт в одноименный детский дом в пятницу с поздравлениями приехал губернатор с супругой. Для того, чтобы удивить почетных гостей, ребята вместе с преподавателями подготовили представление. На праздник заглянули даже Дед Мороз со Снегурочкой. Глава региона такой творческий подход оценил. Подобные мероприятия, по его словам, являются одним из лучших способов социализации и развития детей, оставшихся без попечения родителей. Они работают, они радуются, они готовят себя к дальнейшей жизни. Кто-то поступает в высшие учебные заведения, кто-то в средние. И задача правительства, что жизнь этих детишек, она состоялась. На данный момент в учреждении воспитываются 30 детей от 7 до 18 лет. Каждый, рассказывает педагоги, стремится реализовать себя в любой творческой деятельности. Вот и в этот раз ребята блистали на сцене самыми разнообразными талантами. Здесь живут творческие, талантливые дети. С каждым годом, с каждым днем они становятся все талантнее. Мы выступаем в различных международных конкурсах. И когда мы узнали, что к нам приедет губернатор, дети очень-очень обрадовались. И с желанием, с эдузиазмом, с интересом выступили сейчас на этом празднике. Юный дизайнер театра моды «Кокетка» представили на суд зрителей своей коллекции. Задача – передать в одежде русский народный колорит. От идеи до воплощения – полгода. Конечно, не без помощи педагогов. Мастерицы рассказывают – процесс непростой, кропотливая работа стоит полученного результата. Нравится мне, потому что это свои идеи. Мы можем предложить свои идеи, мы можем выслушать других. Мы сами шьем, ну, с помощью преподавателя, конечно. Иногда бывает непонятно. И мы как бы подходим, спрашиваем. Иногда долго думаем, конечно, что, ну, как делать. А потом все-таки, если как-то иногда немного не получается, мы немножко можем ее обработать, как бы что-то сделать, ее лучше сделать. Ну, а какой же Новый год без сюрпризов? Глава региона презентовал детскому дому сертификат на получение профессиональной обмёточной машины. Хозяева тоже в долгу не остались. Дети вручили губернатору подарки, сделанные своими руками, елочные шары и свечи, декорированные в технике декупаж. Полина Понасицкая, Денис Денисов, РТВ Иваново.